К другим новостям. Поступил низко и аморально. Так отреагировали социалисты на уход Штефана Гацкана в группу про Молдова. Этот шаг они называют предательством чистой воды, учитывая, сколько сил вложило ПСРМ в его поддержку на мартовских выборах по Ханчешскому одномандатному округу. Только благодаря этому он тогда попал в парламент. Социалисты отмечают, что у теперь уже бывшего коллеги даже не хватило смелости собственноручно подать заявление о выходе из фракции. За него это сделал такой же перебежчик, ныне член группы Ксканду Сергей Сырбу. Председатель фракции ПСРМ Корнелий Фуркулиц обратился в прокуратуру с просьбой провести расследование. В запросе он изложил все известные ему факты о попытках подкупа депутатов социалиста. Фуркулиц выразил надежду, что те, кто тратит миллионы на оптовые закупки парламентариев, ответят по закону. Влад Батрынча попросил Штефана Гацкана сдать свой мандат депутатам. Поскольку он предал избирателей, которые доверились ему, и команду ПСРМ, поддержавшую его. Субтитры подогнал «Скорнелий Фуркулиц» Председатель фракции ПСРМ Корнелий Фуркулиц отметил, что ранее Штефан Гацкан поделился информацией, что ему предложили денежную сумму, чтобы покинуть ряды социалистов. Но врач заявлял, что не сделает этого. Когда он мне сказал, что был contactен, говорили о 500 миллионов. Я банюю 500 миллионов долларов, что-то в баллоне. Смешно, что сумма была стрелена, или четыре раза в большинстве. Пскорнелий Фуркулиц, призвал Гацкана, сохранил кропицы достоинства. Мои адресом, господин Гацкан. Смешно, что вы получили очень красивые суммы. Это абсолютно чисто, потому что сумма, которое вы сказали, что вы прошли от этого, не ва... Существует в целом, который, наверное, вы получили. Существует в целом, что вы получили медик, вы получите мандат, и деньги, которые вы получили. Вы получили донации в фонду компания ковидов. Вы получили медики, чтобы вы получили медики. Вы получили депутат, чтобы вы получили территорию Республики Молдова. Фракция по СРМ объявила войну политическому туризму и считает, что парламент может избавиться от перебежчиков только путем проведения досрочных выборов. Напомним, ранее группа депутатов от ДПМ покинула партию и присоединилась к группе про Молдову во главе с финном беглого олигарха Влада Плохотнюка Андрианом Канду. Некоторые политики не раз заявляли в публичном пространстве, что за этими перебежками стоит бывший лидер демократов Влад Плохотнюк, который таким образом мстит нынешнему правительству и руководству ДПМ. По данным СМИ, депутаты дезертиры получили якобы от 350 тысяч евро до 1 миллиона долларов.